Доброе утро субботы на часах 8.40 И вероятно это новый формат моих влогов Идею которого подал мне вообще Денис И назвать его он предложил кусочки, кусочки моей жизни В общем это такой формат влога, можно сказать Где я показываю не один свой конкретный день Как например у меня был день по часам А где я показываю какие-то интересные моменты кусочками Сегодня у меня выходные в одиночестве Это очень ценные для меня денечки И я собираюсь на завтрак самой с собой Обожаю завтракать в одиночестве на самом деле Да и вообще очень люблю быть одна Для меня это потрясающий способ восполнения энергии Я беру с собой планер, беру с собой дневник Могу просто пописать мысли Подумать о сценарии для следующих видео например Кстати зацените как у меня изменилась кожа Я не знаю как это конечно картина для вас выглядит Но для меня намного стало лучше Всю беременность я страдала от каких-то высыпаний Которые происходили хаотично И самое что дурацкое, самое бесявое Это то что они проходили долго И след от них оставался Ну я не знаю месяц может быть То есть регенерация кожи как будто очень была медленная Я не понимала в чем дело Мы работали в купе знаете И с нутрициологом я работала И по уходовым средствам На косметику грешила тоже Из моих наблюдений мне помог отказ от орехов Прикиньте От орехового молока В целом это была идея моего нутрициолога Чтобы попробовать просто на две недели Попробовать убрать из рациона ореховое молоко Потому что с момента как я перестала пить молочку Что уже классно для кожи Хорошо ладно да Ну то есть цельное молоко Я перестала пить пять лет назад Нет четыре где-то Это окей Но я заменила это молоко на фундучное На миндальное Для кожи это тоже не самые лучшие продукты Это очень индивидуально Я сейчас не даю общей рекомендации Более того надо вообще в идеале посмотреть Мне непереносимость продуктов разных Я хочу сдать анализ Иммунохелс называется Там на все аллергены мира Показывает есть ли у твоего организма вообще реакция на это Даже если ты не видишь это в плане дискомфорта в ЖКТ Реакции на кожу В каких-то еще проявлениях Это может просто вот непереносимость Она может накапливаться в организме И идти какое-то внутреннее воспаление От которого могут вообще самые разные ноги расти Вот моя мама например всю жизнь обожала яйца А в частности желток Именно знаете когда ты делаешь такую ишенку Где желток жидкий и с хлебушком ешь И вот сдав подобный анализ Она сдавала не иммунохелс А какой-то другой Но там тоже была видна реакция организма на аллергены Она узнала что у нее оказывается Там зашкаливают на тысячи тысячи единиц Вот это вот реакция на желтки конкретно И что ей там их можно один раз в неделю Для того чтобы организм не накапливал это И не перерастало все это воспаление В общем это первое что мне помогло как я считаю Потому что я начала замечать что по крайней мере Следы от высыпаний у меня не держатся так долго Как держались раньше Второе и пока мне сложно понять что конкретно повлияло сильнее Потому что я вместе начала вот это делать Отказ от орехов и орехового молока И использование масла ладана Эфирного натурального масла ладана на лицо С этим у меня тоже были вообще вопросики Типа я всегда была убеждена что в целом на кожу лица масло никогда нельзя наносить То есть у меня было такое убеждение что окей Там тело от растяжек просто увлажнить супер Но на лицо я была убеждена что это вообще все там в комедонах у меня покроется Вообще нет Оказывается эфирное масло работает по другому Вкупе с фракционным кокосовым базовым маслом Оно правда нормально кожа воспринимается Но опять же повторюсь что это в моем случае Не является рекомендацией и так далее Просто я прям действительно заметила разницу И начала я с того что сначала даже наносила просто на высыпание ладан А потом уже на все лицо начала То есть он знаете как бы стал моей сывороткой После тоника я смешиваю эфирное масло ладана И базовое масло наношу на все лицо Что за кусочек интересный сегодня хочу показать вам я Это скрининг третьего триместра Сегодня я его прохожу кстати одна Обычно мы с Денисом на узишки ходим Но ничего Почему я оказалась вообще одна У нас интересные выходные Вся семья разбрелась по разным местам Прикиньте такого у нас еще не было никогда Денис с мамой моей и с Евочкой уехали в деревню Денис оставил маму мою со своей мамой То есть там две бабушки Еву, ее двоюродную сестренку С которой они сейчас тусят вместе и им очень весело Она постарше Евы на два года Это получается Дениса племянница родная Денис едет дальше Денис едет в Челябинск На тоже вот пару дней Там встречается с друзьями Потому что напомню Кто может быть забыл Или кто новенький из моих подписчиков Дорогих близких, любимых Денис вообще-то родом из Челябинска И когда мы с ним познакомились И решили, что мы будем вместе Он переехал сюда И начал здесь абсолютно новую жизнь Оставив там все В том числе друзей Но кто-то из друзей уже сам оттуда переехал Здесь у него, конечно же, образовалось сообщество новых друзей Но кто-то остался там И, конечно, это близкие его люди Периодически он вот так вот к ним приезжает Или они к нам, например Как Денис на прощание сказал Что мы, наверное, когда съедемся в воскресенье То есть они вернутся Я здесь тоже своими делами занимаюсь Отдохну Мы слипнемся все как магнитики И самое интересное, что Я вчера была в полном смятении Что мне конкретно делать То есть составить ли мне план планов А как провести эти выходные Чтобы я их точно запомнила Чтобы я точно... Даже не то, что запомнила Что запомнить? Как бы отдыхать надо просто Чтобы я качественно отдохнула И почувствовала эти дни Или второй вариант у меня был Просто вообще плыть по течению этих дней И ничего не планировать Даже не думать Я, кстати, нанесла вот из этой палеточки Севентин Который называется Санкист Это бронзер даже больше И вот эти вот румяна Я просто что-то такое делаю Звоню кому-то по кнопочкам, нажимаю И вот этот общий оттенок Наношу на щечки Второй вариант у меня был Просто плыть по течению этих дней Но я так не смогла Конечно Я составила план Но из приятных дел Например, в этом плане Есть пункт порисовать И как бы классно же Что он меня и расслабит Это такая своего рода медитация Я, кстати, чтобы порисовать Сегодня заберу картину Которая придет с Вайл Борис Точнее, уже пришла Мне ее надо забрать По номерам У меня такое дежавю Потому что в беременность с Евой Я тоже напала на эти картины И именно в третьем триместре Мне кажется, возможно, это связано С тем, что беременной женщине Хочется какой-то вот, правда, монотонности Какой-то, знаете, медленной работы В последнее время Мне почему-то очень соскучилось Мне соскучилось По стрелкам Я рисую стрелки каждый день А, я же еще забыла выпить коллаген У меня здесь теплая вода с коллагеном И его я пью в таком вот виде, в жидком Потому что это хотя бы не тошнотно Потому что когда я попробовала его выпить Как желе именно Ну, то есть то, в каком он состоянии, да, изначально А напомню, почему я так делаю Потому что он так лучше усваивается То есть не в капсулах А именно вот в банке Меня чуть не страшнило Когда я его вот так вот съела Во-первых, он мне напомнил вкус Овсяного киселя Который мне мама делала В классе восьмом-седьмом Когда у меня были проблемы с селезенкой Какое-то время я сидела на диете пятого стола Это очень ограниченное питание Почти год Потому что у меня увеличена была селезенка в два раза И это было как бы наше лечение такое И вот этот кисель, он очень... Я не знаю, что там еще было Почему он мне по запаху так сильно напоминает коллаген У меня, в общем, что тогда от него тошнило Что сейчас этот вкус мне напомнил Именно в этот момент, когда я вот впервые съела Вот эту ложку коллагена В таком вот формате холодца Денис мне сказал Ой, напоминает холодец А я еще холодец ненавижу просто Он мне тоже блевотный сразу, простите, рефлекс-инстинкт И меня реально чуть не вырвал И я подумала, боже, что же делать, чтобы его пить спокойно И каждое утро не казалось для меня мучением И я его стала разводить в теплой воде И теперь это не так противно Я просто пью всю эту кружку Не дыша носом А значит, я не чувствую запах И вместе с ним пью йод свой И витамин С Это все происходит натощак За полчаса, за 40 минут до еды То есть сейчас как раз я накрашусь И мы с вами пойдем на завтра Смотрите, как у меня отросли волосы Я пока их даже думаю не стричь Не знаю, может я как-нибудь психаную и отстригу, конечно Пока, наверное, хочу отращивать Короче, скрининг сегодня Да, у меня Я немножко, вам скажу честно, переживала С тем были связаны переживания С тем, что на моем последнем визите у гинеколога Который был аж две недели назад Мне измерили, как это всегда делают на таких приемах Высоту дна матки Врач спокойно, абсолютно не пугая меня Сказала, что мой результат Мое вот эти вот количество сантиметров А напомню, высота дна матки Это измеряют сантиметром Когда беременная ложится на спину И измеряют сантиметром расстояние Насколько как бы матка подросла По сути Растет малыш, растет матка От лобка, косточки, да До практически солнечного сплетения Ну то есть с каждым разом Все больше и больше Да что ж такое то Мамочка присылает дорогая, любимая Фотографии И мои параметры Мое количество сантиметров Ниже нормы на 4 сантиметра И когда как бы Окей, 2-3 сантиметра Туда-сюда, плюс-минус Она говорит Это такой типа окей Моментик Все мы индивидуальны Но так как 4 сантиметра Она мне об этом сказала Просто сказала То есть просто сообщила Вынуждена была сообщить, да Но тут же успокоила Сказав, что вероятнее всего У меня не так высоко Матка поднялась Потому что Я высокая И у меня широкий таз И малышу комфортно Расположилась Под пупком больше То есть в большей мере В нижней части Плюс я йогой занимаюсь Постоянно таз двигаю То есть ему комфортно там Ему малышу Ей, малышке Чтобы поместиться ей Как бы лучше Ей не надо Больше подниматься Еще наверх То есть это такая Возможная индивидуальная Особенность Более того Она сказала Что этот метод Не такой информативный Как УЗИ Например Поэтому сходишь на УЗИ На скрининг Успокойся На скрининге Все точно проверим На УЗИ будет видно И вес И размер И можно будет Все понять Как развивается Малыш И по ходу Это отголоски Замерзшей беременности Или что Но я не смогла Так спокойно Воспринять эту информацию То есть Я вышла от гинеколога Такая Окей, окей, окей Все хорошо Типа будем ждать скрининг И с каждым днем Что-то я начинала себя накручивать А не слишком у меня реально Маленький живот А хорошо развивается малышка Почему я вообще такая бодрая У меня так много сил Активности Вообще Я не чувствую себя Вот таким ледоходом Знаете Как вот с Ева Все равно под конец срока Я чувствовала немножко Такую ну тяжесть Свою как бы Величественность Что ли Типа встать с кровати Нужен процесс А сейчас я какая-то Слишком такая же Быстрая, легкая То есть Вполне себя Хорошо чувствую Как будто у меня там Третий, четвертый месяц Короче Начала себя накручивать Я уже связала это с тем Что у меня просто Реально освободилось Больше времени И это реально Это очень связано Я теперь понимаю Почему Говорят Если ты там О чем-то сильно переживаешь Именно накручиваешь себя Да Посмотри вообще Чем ты занимаешься То есть Насколько ты занят Занят Насколько ты занят В течение дня Чтобы у тебя Вообще оставалось время Додумывать все это И слушайте Я правда связала Эти факты Потому что Когда я увлечена Чем-то Каким-то проектом Вот у меня был ретрит Я была вся в нем Помимо ретрита У меня постоянно Все равно Были выпуски Видео Я все время была В каком-то контенте Творческом процессе И завершился Очень большой Вот этот период Ведения ретрита Для меня это Очень такой Ну энергетически Важный был момент Когда я закончила Мы отыграли выпуск Ну отыграли свадьбу Хотела сказать Реально Как будто свадьба была Я закончила Влог Бали Это тоже такой вот Знаете Большой энергетический Для меня был кусок Я каждый день По сути знала Что вот я сегодня Должна какой-то вклад внести Сколько это шажочков сделать И все Я вернулась К обычному своему ритму Когда я снимаю Монтирую Сотруднически Нормальный формат Для меня Я тоже как бы В нем раньше жила Очень много лет И мне этого хватало Внезапно решила Просто нанести Карандаш для губ Хотя у меня еще Одна стрелка Не нарисована Почему нет Но я поняла Что скорее всего Из-за того Что реально У меня подосвободилось Время Энергия А пространство Я начала себя накручивать Я поделилась этим Кстати С вами В запрещенной сети Вы меня очень поддержали Благодарю вас за это Потому что Многие поделились Своими историями Что у них там И на 7 сантиметров Отставало все время От нормы И все по УЗИ Было хорошо И что где-то Это вообще В других странах Там в Греции В Испании Еще дофига Где вообще Такие штуки Не делают Такие осмотры Значит оно И не информативное И значит Сашенька Успокойся Пожалуйста Плюс я у Дениса Все время спрашивала Я говорю У меня точно Да нормально Большой живот Он говорит Очень большой Я реально Подняла даже архив И сравнивала Фотографии Сейчас С своего живота С животом Евы Ну то есть На этом сроке Когда я была Беременна Евой Я понимаю Что в основе Этого Нормальная Моя физиологическая Базовая Потребность Защитить Малыша Желание Чтобы он был здоровым Но все равно От того что Для меня это вообще Мне это не свойственно Серьезно Я себя никогда Не накручиваю У меня всегда Очень рациональный Довольно таки Ум Давайте мы будем Справляться С проблемами По мере их поступления Иначе Если постоянно Думать заранее Наперед О том что может Произойти Можно же с ума Сойти И реальную жизнь Не жить Я еще думаю Золотистой Вот такой подводочкой Пройтись Немножко Я надеюсь Камера вам передает Этот блеск У меня сегодня Такой классный Сон снился Мне приснились Мои роды Что они были Настолько Кайфовыми Настолько Мягкими Приятными Что я даже Практически схваток Не заметила У меня сразу же Начался второй этап Родов Потуги Но если вспоминать Первые роды Они длились у меня 17 часов Общей сложности И где-то 16-30 Из этого Это были схватки И мне почему-то Именно в конце Потом Акушерка говорила Что вот там Героиня Столько часов Схваток Что это там Сложно Больно Но мне Они проживались Достаточно Комфортно Потому что я Помогала себе Углубляться И уходить Очень сильно В себя И мне Реально Очень помогало И дыхание И аудиомедитация Во второй раз Я конечно Все то же самое Буду использовать И даже еще Более глубоко Прямо знаете Иду на скрининг Как на праздник Вообще Для бровей Для бровей У меня Несменный Карандаш От Vivienne Собо В оттенке 02 Идем на скрининг Идем на скрининг Ну что Я вышла С УЗИ Такие короче Впечатления Вообще в целом Все хорошо Но Не идеально Скажу так Очень хорошая врач Делала УЗИ Прям максимально Знаете Мягко Чтобы не напугать Потому что Например Мы увидели Обвитие пуповины И она сразу такая Это ничего не означает Через час Ее может не быть Пожалуйста Не читайте интернет Потому что Вы можете Очень сильно напугаться Но это нужно будет Контролировать Тем не менее Потому что сейчас 31 с половиной Неделька И вот сейчас На шее Двойное Обвитие пуповины С Евой я помню Такого вообще не было И что это означает Это ничего не означает До тех пор Пока это Вот 31 неделя До сих пор То есть она сказала Что через час Это может уже Спокойно она распутаться Здесь все Малышка Сидит на попке А не головкой вниз И тоже Это такой момент То есть сейчас Пока 31 неделя Она может вообще Хоть как размещаться Главное Чтобы ближе к родам Она все-таки Заняла положение Головкой вниз Но сейчас Мне написали Тазовое предлежание Я не сильно переживаю Потому что Во-первых Я знаю Что йога Очень может в этом помочь Перевернутые позы Асаны Потрясающе Могут справиться с этим Во-вторых Потому что еще срок Не Там 30-39 недель Ну и на самом деле Даже с тазовым предлежанием Рожают Естественно И это в целом Это не приговор А третий момент Это то Что Вот получается Питание малыша Происходит через пуповину В пуповине Вот этот кровоток Который проверяют Он супер То есть все питание Там Малышка растет Отлично Это самое важное Но еще есть Маточные трубы Они есть слева И справа И на прошлом Узи У меня По верхней границе Нормы Проходила Правая маточная Труба То есть Сосудик Там как бы Уже Чем надо Кровь проходит Как бы хуже Я спросила Что на это может повлиять Чаще всего ничего Вот просто Вот так То есть сосудик Так сформировался Самое важное Что питание Через пуповину Хорошо идет В то же время В левой маточной трубе У меня все было ок По прошлому УЗИ А на этот раз В обеих маточных трубах По верхней границе нормы Даже мы чуть-чуть выходим За границу нормы То есть вот Плохо кровь там проходит И тоже опять Ничего мы с этим Сейчас не сделаем Раньше врач сказала Было мнение Что это из-за Малоподвижного Образа жизни Например Ты много сидишь Вообще не двигаешься И вот из-за этого Может быть Она говорит Потом это развеяли миф Я говорю Ну блин Даже если так То вряд ли это про меня Потому что Я реально ношусь как козочка Постоянно йога Постоянно разминки всякие Ну то есть у меня там Не застаивается ничего Я точно в этом уверена В общем и целом Я счастлива Что все хорошо Ну то есть Малышка развивается отлично Вес соответствует сроку Размеры все соответствуют сроку Мы посмотрели Ее личико Вылитый Дениска Но вот эти вот моментики Которые я забираю в работу Потому что это то на что Я в целом могу сейчас повлиять Ну я так думаю Буду с малышкой так же разговаривать Чтобы она меня услышала Перевернулась Чтобы распуталась там Пуповину сняла с шеи Гуляем по парку Так чудесно в парке У нас вообще невероятно Сконечно можно гулять Но я уже хочу есть Пойду кормить себя Что за идеальная атмосфера дня Моя картина пришла Это будут ромашки в банках Очень мелко вот здесь вот Тут даже непонятно где какие цифры Но у меня есть еще бумажка Где подписано более четко Красочки Кисточки Свечечки Попичка Кубличка Доброе утро В эфире Евочка Цветочек Кошечка Пор Расскажи что мы с тобой делаем Пупсик Залим Феники Вчера приходила моя мама И они с Евой Слепили сами сырники Вот Евина Можно их наблюдать Вот Евин сырник Вот Евин сырник Вот и вот Это мамины И сегодня у нас Будет завтрак из них Да Где папа Пошел в душ Папа побегал Пошел в душ Я представляете Сегодня могу выпить эти Крисмас дрипы Редко довольно пью Но к следующему Новому году Походу закончу Кто посмотреть А да Красота Все у нас уже Почти готово Еще чуть-чуть надо Чтобы поджарились Этот запах Он уже распространяется Везде И Курица Маленькая Оооо Что ты сам так делаешь Что-ли Научился мяукать Ничего себе Папа такой Вяу Смотри Курица Насетка Чем она отличается От обычной курицы Помнишь Яйца Да Она яйца Высиживает Чтобы потом из них вылупились цыплята. Это еще моя ягодка. Ягодка, ягодка, ягодка. Какая вкусняшка. Так, у нас последняя страничка получается или что? Мы это все прочитали уже. Эта козочка пришла домой слуга. Целый день она жевала траву, чтобы дать молока. Смотри, сколько в огороде разноцветных овощей. Они не только вкусные, но и очень полезные. Какие мы овощи с тобой знаем? Молока. Еще. Капуста. Еще. Тыква. Еще. Баклажан. И еще. Перец. Зеленый. Классный. И золотой. Расскажи-ка, куда ты сказала только что хочешь поехать? В Индонезию. А почему? А потому что там хочется... Где там непонятный такой завтрак. Где? Где там люблют такие. Верблюды? Да. Где там верблюд покажут на картинке. Такая обложка, где перемазывают, перемазывают, перемазывают. И где там верблюды? Это Бали и сафари что ли? Нет. Нет? Нет. Что-то я не помню, где верблюды были в Индонезии. Ты готова в садик пойти? Да. Догони меня, верблюд, мама. Верблюд, мама. А я верблюдечек. Верблюдечек. Ну давай. Где-то, 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 где-то. У нас прощание в окошко это самое любимое. Правда ничего не слышно, что Ева говорит обычно. Она что-то мне сообщает. Например, то, что она, наверное, единорог. Прямо сейчас. Пока. Упсик совсем взрослый такой человечек. Сама дошла, сама ушла. Просто сбежала в садик. У меня сейчас будет беременная фотосессия. Мне надо успеть догладить платье. Я вот так про путешествие всю дорогу говорила. Говорит, а когда мы поедем в какое-нибудь еще путешествие? Далеко-далеко. Мы буквально с Денисом вчера на самом деле обсуждали, что тоже уже соскучились. Хотя вроде вот мы только приехали из такого долгого путешествия. И только-только здесь вот вся эта рутина снова. Такая приятная для нас вернулась. Малышка родится, и пару месяцев, я думаю, когда-нибудь отправимся. Малышка родится. А мы встретились на обед, на обед-составление квеста для дочинки нашей. Теперь мы составляем не только друг другу квесты, но и дочурки. Мы хотели просто поделиться, как вообще, ну на чем это строится,阿. Как приходит идея, как конкретно потом шаги прописываются, потому что многие спрашивают мне, типа нам это все в головы приходит. Все начинается с того, что.. вообще мы заранее думаем, что подарить. Выписываем список подарков, получается. И потом продумываем уже шаги, на каком этапе она получает, например, какой подарок. И уже только потом продумываем задание. Ну да. Главное в конце, наверное, мега подарок подарить. Да, это метод фейерверка. Расскажи про метод фейерверка. Нужно в конце оставлять самое яркое, самое большое, как у фейерверка, в конце самые большие взрывы. И вот, например, идете на аттракционы, сначала нужно на самые такие хиленькие, самые блеватроны, самые мощные оставить на самый конец, чтобы прям кайфануть. Иначе, если сразу пойдете на самый мощный, то все остальные уже будут неинтересны. Да. Вот, то есть нужно шаг за шагом. Да, как Денис недавно дарил подарок другу, на самом деле ему очень крутые шахматы подарил, точнее купил. То есть такая прям шахматная доска крутая, там все из бука, да, что-то такое. Ну тут прям качественный подарок, у него был день рождения. А он ему дарит сначала какую-то бумажку для записи ходов, да? Такой, вот для жизнью рождения. Ну там специальная книжка, где на соревнованиях ходы записывают. Ну да, все равно, для дня рождения такой как бы все подарок, хотя так как он не праздновал, да, ну то есть все равно ты сам решил бы сделать ему просто приятное. И как бы это уже приятно. Друг такой, о, прикольно, классно, спасибо. А потом он такой, ну еще один маленький подарочек. И мы, получается, наша подготовка начинается еще где-то за месяц, за полтора в том, что мы просто думаем, а что бы подарить Еве. То есть из каких-то ее запросов записывали заранее, спрашивали. Правда, когда мы в этот раз спрашивали, что тебе подарить, она говорила, я хочу мягкую маму. Мягкую маму в игрушке. То есть для нее это была как эта игрушка, чтобы там было наше лицо, типа, ну, я не знаю. Но потом она сказала, нам намекнула, что там она хочет кошечку. И поэтому мы уже заказали заранее киску. Вот она очень любит костюмы, например. Ну это такой персонализированный подход. Вы уже своего ребенка, наверное, просто будете лучше знать. Ева обожает всякие костюмы, чтобы можно было переодеваться. С недавних пор она очень любит Эльзу, поэтому у нас один из подарков Эльза. Кушай. Да ладно, я смотрю. Пока я смотрю. Ну ладно. Ну, короче, мы, получается, расписали список. Например, у нас в списке было, что мы дарим точно лего, точно самокат, точно кошечку. Остальное не буду говорить, потому что у нас будет влог с дня рождения. Будете смотреть. И потом мы думаем, какие этапы в квартире, например, прикольно, точнее, не этапы, а места в квартире прикольно задействовать. И потом уже, исходя из этих мест, придумываем задание. У нас в этот раз будет кошечка все озвучивать. То есть та самая кошечка, которую мы ей дарим, она будет прикреплена к колонке, точнее, колонка будет на ее хвосте. И мы заранее запишем голос. Или на шее. Ну да. У нас в том году так единорог озвучивал, но у нас было довольно мало времени. Точнее, я просто заранее не подготовилась. И спасибо. И я не изменила свой голос, поэтому он очень был похож на мой голос. И типа там был такой, привет, я твой единорожка. А в этот раз мы хотим изменить голос прямо в редакторе, чтобы было ощущение, что это реально кошечка. Всем приветики. Мы сегодня уезжаем в деревню на выходные. Я решила вам показать, что мы там вообще делаем, чем занимаемся. Сегодня, кстати, там будет Евина сестренка двоюродная. Сейчас мы поедем за моей мамой и за Евой, потому что у них были бабушкины сутки, потому что вчера была пятница, и Евочка ночевала у моей мамы. Практикуем мы иногда такие бабушкины сутки. У нас, кстати, есть важное дело, нам нужно забрать пеленальный столик из деревни, потому что у нас там хранится в гараже, где-то еще, там в чулане, я не знаю, как это называются места правильно, стайка есть какие-то, синовал. Пеленальный столик Евы, потому что он скоро нам уже пригодится. И кроватка, тоже Евина, приставная. Мы, кстати, всегда гоняем с чемоданом, это очень удобно. Вместо того, чтобы пятьсот котомок класть, просто берешь чемодан, даже если мы едем вот так на сутки, очень удобненько. И в машину вот такая сумка колясочная обычно едет, тоже для всяких мелочей. Там мой ноут всегда, чтобы я могла помонтировать в дорожке. Что скажешь? На тебе нет микрофона. Ты ничего не скажешь. В бак застряла штучка. Вытаскиваю. Скажешь в дороге про свое деревенское прошлое. Какое прошлое? Я не знаю, про какие-нибудь интересные. Какой ты городской? Какой ты городской? Ты же родился. Я дерево только лета проводил. Что ты меня подсовываешь? Давай тогда садись вперед, Ева уснет и будем болтать. И запишем какую-нибудь дорожную идею. Все, мы едем. Ребенок ушел. Расскажи что-нибудь из своего деда там. Где? В деревне? В деревне. А, кстати, можно сказать, где ты родился на самом деле? Ты же не в Челябинске родился. На Синовале в деревне. Ну и рядом с деревней там есть... Мам, мам, ты скредитируешь? Есть город Косли. Косли, да. Ты проводил каждое лето в деревне? Да. В детстве? Лет, наверное, до 20 точно. Каждое лето. Я, кстати, в деревне научился водить. Впервые. Лет, наверное, в 10. В 10? Ну, а что там раньше вот? Дед посадил, показал. Притом, что это механика, когда ты включаешь. Там вначале, конечно, глохнешь. А потом понимаешь, как это ехать и едешь. Помню, как там мы там стайку разобрали. Что такое стайка? Ну, стайка, огромная стайка, где там свиньи, коровы живут. Разобрали, так это же было, тебе уже было 20 лет. Не, мы ее разбирали, мне, наверное, было лет 10-12. И там у вас были еще коровы? Ну, да. Ну, летом просто могут на улице пожить. Ты летом вся стройка идет в деревне. То есть ты разбираешь что-нибудь, ломаешь и за лето выстраиваешь. И помню, когда разобрали стайку, она состояла, наверное, из 60 бревен. И дед потом говорит, все, внуки мои, пилите все эти бревна. Представляешь, 60 деревьев, представляешь, что они упали? Их нужно вручную распилить. Он говорит, распилить и за лето. А это за плату какую-то или нет? Какую плату, ты че? В деревне у нас, короче, режим был. Где-то просыпались часов, я думаю, в 7 утра. Иногда и раньше, когда надо было проснуться. Если мы не просыпались, то дед просто брал, забрасывал на плечо и уносил. В саду было большое такое колесо, тракторное, гигантское. Оно маленьким казалось большим бассейном. Оно даже скоро стоит. И туда мог. Ну да, вот. С которого по лифте идет. И туда мог просто забросить. Это если, например, с вечера договорились, куда-то проснулся уже, и вот ты спишь. Стоит сказать, что у нас каждое утро до обеда была всегда только работа. То есть мы примерно 12 до 2 работали только. То есть все время какие-то задачи, там что-то полить, посадить. Вот у нас одно лето были как раз бревна. А пилятся они вот такой длинный пилой, знаешь, двухручный. Когда с одной стороны человек стоит, и с другой. Вот мы с братом маленький, там, с такими ручками, как буратино, пилим кое-как. Получается, если смотришь на все эти бревна, и что их нужно распилить, это кажется капец невозможно. А когда ты думаешь, что сегодня тебе нужно распилить всего лишь одно бревно, то это уже не кажется таким невозможным. И каждый день кирпичик по кирпичику, пилишь, 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 пилишь. И вот там через месяц-два они все заканчиваются. Красота. Я сейчас поняла то, что мои задачи в саду, которые мне давала бабушка, это просто, просто пустяк. Саша, пропали, пожалуйста, в грядочку одну, небольшую. Чтобы ты не устала. У нас все время только рабочий режим до, ну, вроде 12 до 2, там как сами успеем. То есть у нас есть список задач, мы их делаем. Мне кажется, мне бабушка больше это, хотела, чтобы я отдохнула. Она меня все время жалела. Учишься так много, на каникулы столько задней, задали. Отдохни, бегай, играй. Зачастую нужно было что-нибудь сделать интересное. И ты думаешь, как это сделать. И вот мы вместе там размышляем. А можно так вот делать, а можно прикрутить, а можно на проволоку приделать. Мы думаем, какой способ лучше. Вот здесь, мне кажется, тренировалось какое-то творческое мышление. Ну, сейчас легко какую-то задачу, мне кажется, любую практически решить. Я помню, мы однажды с Сашей решили сделать плод, чтобы на реке покататься, поездить. Конечно же, у нас ни хрена не получилось. Из дома у меня? Да нет, мы просто хотели. У нас была маленькая такая, ну, типа, это не речка, это был родник, где была очень холодная вода, ледяная. И мы подумали, как классно в царкое лето сделать себе плотик. Но мы не умели ничего, конечно. Мы просто подумали, что надо бревна взять, любые деревяшки, любые, и соединить их гвоздями. Гвоздями? Ну, типа, вот так поставить четыре штуки, вот так вот две, и прибить верхний к нижним. И, конечно, у нас не было таких длинных гвоздей, ни у кого. И она все развалилась. А я в детстве хотел лодку угнать. Лодку? Ну, там у нас все время какие-то такие деревянные лодки везде стояли. Все время оказалась такая крутая штука. На лодке покататься. А то все время рыбачишь с берега, хочется с лодки. Я даже пытался там ключами подбирал замок. Потом думал цепи распилить. Начал, ну, как-то вот, они такие толстые цепи, невозможные. А ты не думал просто попросить покататься? Тебе бы дали, наверное? Ну, нет. Хотелось как-то по-свойски. Ну, то есть ты не думал-то, что ежу увидят потом на этой же реке? Ну, когда тебе там 7-10 лет ты не размышляешь. Ты не подумал, да? Я просто забрал. А так и не получилось? Сегодня зато покатаемся. Вот у нас здесь в гараже хранится и одежда для малышки. Елка. Такая вот штука под елку. Вот это белый, например, это перенальный столик как раз. Спитбайк Дениса. Смотрите, уже клубничка зацвела. Тут огурцы в теплице сидят. Вон, да, местечко уютное какое, смотрите. Под яблонькой сидеть. Или это груша? Не помню. Читать книжечку. А вот то самое колесо, про которое Денис рассказывал в машине, пока мы уехали. Ой, красиво, как небо отражается. Прикиньте, 27 мая уже жимолость есть. Обалдеть. Эй, покажите меня. Да я тебя беру, мама. Так вот и... Господи боже, что за психованный. Мы плывем к тем этим самым ребятям. Коти, коти, коти. Вау. Вау. Красота. Вау. Красиво. Вообще. Спасибо уже. А теперь... Хочешь на берег уже? Нет, давай, Вет, мне. В эфир меню. А теперь я вам покажу, где этот пруд берет начало. Вообще пруд это что такое? Похоже на озеро, только через это озеро, так скажем, проходит сквозная река. Она и наполняет этот пруд. Сейчас, Ева, покажу тебе начало реки. О, вон, как раз недалеко. Лепота. Посмотрите, вот такой птиц там. Слышите, миллионы птиц, они там в камушах разнодаются. Можете подрыгать носками. Подрыгать? Ну, давай. Денис очень просил снять этот момент, как мы вплываем в устье реки. Вот оно. Смотрите, сейчас увидите. Я здесь первый бизнес свой замутил в 7 лет. Рак отплывал. И послушайте, давайте тишина. Птички вот эти все. Слушайте, маленькие птичечки недавно вылупились. Прям птенчики. Кто-то птичерикает. Где там плывет? Да просто стрекозочка. Нет, вот это. А, это водомерка. У нас тут замена произошла. Моя мама теперь с Денисом и с девочками. А я с черешенкой. На берегу. Вдвоем они когда встречаются, у них сразу интеллект минус 100. Они просто повторяют друг за другом. Много орут. И вообще отключают мозг. Это очень забавно. У тебя черешня какая-то это. Это беременная черешня, Ева, беременная. Думаю. Берем на размер с арбузом. Ну, у нас, я сейчас представила сразу же, наши девочки будут с разницей в возрасте побольше. Поэтому, наверное, будет попроще. Какой-то будет возраст заботы уже, подсказок. Надеемся. Идем за кроваткой. Она у вас на сеновале. Вот там. Что вам все происходит? Наше хранение. Трерой пошел. Второй пошел. Иди сам кроватку. Как жарко. Боже мой, как жить вообще. 45 градусов, да, на улице? Реально. Такое сень, что мы на Бали. Вот такая кроватка. Знаешь, я сам покажу, где я на свинью падал. Да. В подкасте расскажу. В подкасте с Сашей рассказывал, что я на свинью падал. Вот здесь раньше шифера не было. И тут, получается, было открыто туда. И вот такая высота. И я, получается, здесь сидел. Ножки у меня свисали. Мне было где-то 2-3 года. Или 4, может быть. И, получается, я сорвался и вниз упал. И там как раз свинья стояла. Там у нас проход есть. Косяк. Я прям на нее двумя ногами упал. За уши схватился. И мы вон туда поскакали. Вот так вот было. Еще раз. Погреб. 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 Ну, у тебя только что еще прикольно получилось. Почти буква Р была, да? Погреб. Да, очень близко, Ева. Погреб. Какая красота. Раньше здесь вот картошка была со свеклой. А там всякие соленья держали. Банки туда складывали. Отходите, я сразу. Так, у нас солнце стоит. В деревне у нас примерно миллион разных настолок. И это уже приятная традиция поиграть с нашими мамами. Сейчас наша любимая игра, например, кодовые имена. Вообще, я как-нибудь соберусь и сниму видео про все настолки, в которые мы играем. Потому что это, правда, очень классное времяпрепровождение с друзьями и родными. Ну, попали в нашу. И три угадала. Три угадала, представляешь? Круто. Я вообще бы не угадала. Наташа классно, мой владелец. Сталось и просто стол. А, подожди, подожди, я вспомнил. А прямыми же нельзя говорить. Можно? Можно. Так это ты только объяснишь, что думал. Очень же редко, когда два страна. Все, скажи, какая была четвертая икона. Вот эта? А почему? Почему она наша? Ну, потому что там вчера Сима написала. Бомба ведь точно. Это же бомба, господи. Слушай, а я подожди что-то сделаю. Я бы сказал, рисование следующее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова